Всем привет вы на канале Tempo of Play на связи Николай это игра Subnautica Below Zero 2 серия возвращаемся к игре за окном у нас в иллюминаторе ночь это значит время ловить рыбу и пока здесь есть возможность такая мы и воспользуемся на в прошлой серии мы прочитали что ночью практически не плавают рыбы из которых можно делать воду шустрый как она хотел убежать в общем желаю вам приятного просмотра отдыхайте наслаждайтесь задавайте вопросы если есть а если нет тогда просто слушайте музыку смотрите в общем располагайтесь поудобнее поплыли в прошлой серии мы сделали себе в инвентарь вот такой сканер и вот такой фонарик и хорошо следит слушай это где темно там будет он пригодится когда он в руке он плавает водолаз наш водолазка водолазка плавает медленно какие-то звуки лохнесского чудовища слышны кстати пока я запускал стрим и настраивал там чат мне пришло сообщение в кпк о том что был зафиксирован сигнал с альтеры посмотрим пока хватит а то и этих на ловил же берег с испугой все искупали сейчас воды наделать и заодно почитаем как у нас называется то задание почитаем немножко да почему нет посмотрим во сколько надел но я должно хватить по крайней мере я рассчитываю на то что сырая рыба отнимая запас воды не принесет такого большого ущерба сколько воды надел пол рюкзака даже больше вообще молодец слов нет вот радиомаяк причал станции дельта вот такой вот был получен сигнал а что касается текстового сопровождения было вот что а сначала пардон по-французски означает извините обнаруженная сигнатура маяка альтера док станция дельта и потом робин наша героиня говорит станция дельта то место которое упомянула лил в своем сообщении вот мы сейчас туда и поплывем вот видите радиомаяк причал станции дельта я просто стояла он вот так вот сработал неожиданно и получилась такая вот история немного еды у нас есть если что рыбу поймаем батарейка должно хватить одна запасная есть собой такое запасливый как я не знаю кто так сейчас как же назначать а вот так наводишь и единичку раз наводишь и двоечку 2 чтобы по порядку все было и так нам нужно сделать нож нам нужно сделать глайдер это уже жадность ладно вот туда нам надо плыть я рванул прям с места причал станции дельта 500 метров вот туда мы сейчас и поплывем у правда звуки какого-то большого такого создания слышно а надо было достать сканер и немножко почитать окажется обновляются вот эти растения его это хорошо я же их в прошлой серии собирал вот в этом гроте они опять появились вот опять появилось что-то в правом нижнем углу где кстати расположен и виджет хорошо плавать в спокойную погода находится сканер вот он появляется когда что-то неопознанное вот я здесь проплывал вот вот он появился опять в каком-то месте вот сейчас тогда удерживаем правую кнопку мыши дисковидный коралл волнусь что изучили ничего себе дисковидный коралл так а вот это синие растение там случайно нет семян из которых можно делать посмотрим нет здесь нет к сожалению где они находятся даже мы не дам вот они получается сверху четвертый пункт вот волокно силикона обезьяны тепла они воруют там все а это какое-то электричество плыву-плыву дорогушина начни судьба пахом о это какая-то штука фрагмент детектора минералов об этом и схемы здесь рабочий стол ничего себе вот рабочий стол мы синтез ну изучили да не зря мы сюда приплыли зайдем с другой стороны хорошо игра не бросает нас без подсказок а то б я и не догадался сканировать все плывем на причал станции дельта там нас ждет наверняка что-то интересное хорошо есть вот такие маяки фигуры по которым можно ориентироваться даже без компаса туда вглубь я не хочу опускаться слушай ну какие-то прошивки все есть а вот у нас ничего себе к обмене не сожрали щас вот он да отсканировал я его а он не дается изучить себя почему-то все кончится там и кислород о крипто зух он за рыбой гоняется это он меня хорошо так пожалел еще укусил разочек слушай да страшно да так какой-то город пашу может здесь морозистый пещерный куст во сколько это мы чтиво себе добываем будем читать сейчас приплывем так это крипто зуха лифтует так надо всплыть сейчас я не успею отсканировать иначе да ну давай ныряем так что то тут было виолетта лиловая это просто вообще да такой мир не исследованы здесь мы тоже немножко канаву своим пошуруди ли здесь здесь я ухо не извергается дважды ты 60 метров остался это мы 500 метров уже уплыли от это своей до до 540 вот и станция дельта фрагмент морехода его это мы заполнили схему видимо схемы по кусочкам собираются несколько фрагментов надо отсканировать чтобы изучить сканерам то бить зачем не надо сканера штука хорошая если так камни дробить поломается же там кратик все такое а вот тут есть уже подняться клавиши так чтоб стоп 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 то есть вообще это наш самый главный инструмент чтобы выжить схем по набрать осветительная мачта видимо для от и синтеза каких-нибудь растений пригодится чтобы в условиях лабораторных выращивать кофейный автомат ну это знать на любителя кофейный автомат как-то привет подними стрим и вызовут реальные заведения ой не спасибо дорогой не нужен мне это там пишет реклама что она отогревается понемножку то воде тепло до кислород есть температуры нет интересно это автоматическая если ты это слышишь значит ты торфи в чужой территории если не хочешь неприятности вали отсюда а сейчас мы отсканируем жар лилии куда-то мы вторгаемся да может быть рано мы это делаем может быть нет в общем надо по порядку я там еще какой-то термос не отсканировал сейчас сделаем на этой станции а это что и это же теплый бассейн 98 97 хоп и согрелся и здорово посмотрим что здесь есть оставленный кпк о это какой-то доктор сельских наук не зря я вернулся тут по исследователю тут надо быть очень внимательным а это мусорка я мусорку хотел на сканировать о появился скамья то есть все это можно обеззараженная вода это можно синтезировать у себя ну то есть и воспроизводить делать тогда причал станции дельта вот 44 градуса начинает замерзать наши героини вот на этот маяк мы приклыли сейчас мы такой же сделаем вернее отсканируем чтобы можно было такой же используйте маяки чтобы отмечать посещенные места вы можете скрыть или показать нужный вам сигнал кпк ксена воркс теперь с поддержкой суши но это не та суши которую едят а суши которая стоит как его установить и интересно вот он стоял привязать быстрому слоту привязан четверочка и вот тогда ну пусть он тут и стоит он не мешает я просто потренировался в его используем то есть на быструю клавишу его и благодаря ему мы кстати сюда и приплыли пусть он тут и стоит главное не замерзнуть то было главное не задохнуться теперь главное не замерзнуть сколько всяких растений животных это самые добрые до растений так причал у нас там мы пришли оттуда и тут получается своего рода развилка да там тетя ругалась что туда не ходи с ней в башка попадет сейчас тут посмотрим что будет тут ничего кроме источник можно нет уже греется что-то тут было можно бы изучить ой вообще все рябит ничего не видно снег пошел так режим на маяк а у нас же фонарик есть вот так вот ночью фонарик самый то это вам не днем так вот еще изучение если подковник подковник какая-то станция там все таки почему она в две руки не может взять в одну руку сканера в другую руку фонарик правша вообще правша до мозга костей да 140 метров я уже ушел от этой истории кристаллической серы надо водички попить и заодно рюкзак освободен вода плюс 35 а тут без микроорганизмов о как такая есть в океане там делали делали обмен детектор минералов а что у нас там есть в кпк давайте почитаем а то я отложил так неизвестная женщина это автоматическое сообщение валя отсюда используйте маяки это мы видели журналы сообщения альтера док мореходов и грузовой ракеты сектор 0 это получается мы нашли в этом кпк док мореходов и грузовой ракеты сектор 0 брэд я тебя не виню но что ты имеешь ввиду по словам он пропал под словами он пропал куда он правил подеваться ты наткнулся на неприятности где-то в глубине извельцев мостов и решил сбрасывать модули ага мне пришлось сбросать модуль я вырвался вернулся за ним а он просто исчез а ты полагаешь что его кто-то украл или что-то я его не терял это точно я обращаюсь с инструментом бережно я не сомневаюсь но тебе надо признать что аварий с мореходом был немало они весьма дорогие наверное обезьяна у него там своровала все хотите сделать со мной несколько рейсов завтра увидеть каково это условие немного жестче чем я когда-либо представлял не знаю может ли вы понять это у себя на базе в этом нет нужды и спасибо что уделили мне время я спешу спешу это на несчастный случай спишет она особая просьба ему на или ему нель для меня это иммануэль дал мне этот разблокин сканер и сказал мне нужно больше душевных насадок душевых насадок он приведет тебя к нужным минералам чего еще он мне сказал помалкивать об этом видимо именно на этой годится в наши дни сертификат магистра геологии работать разнорабочим настройки их надо было учить межзвездное право как папа говорят а все же мне надо отдать должное мануэлю уж не знаю что он сделал со сканером но он отлично наводится на конкретные минералы немного лучше чем надеяться что наткнешься на нужный выступ выступ аргентина месторождение полезных ископаемых которые часто содержат серебро и титан шпиль гидротермальный шпиль это структуры в форме дымоходов образованы минералами токсичные соединения опасны для здоровья геотермический то есть там трясет их плотоядные криптозух крупные похожие на акулу звери легко знаю по панцирю из тонких костяных пластин криптозух структуры эти пластины являются защитными костейными структурами помогающими абсорбировать тело тепло геотермальных источников они он двигается за счет широких перепончатых плавников загребающих большое количество воды криптозух несколько противоречиво живот несмотря на пугающий вид он больше рычит чем кусается являясь территориальным криптозух тем не менее обычно оступает из драки если его единожды ударить вероятно это является форма неуверен демонстрации позиции агрессивный фаун имеет тенденцию избегать драки если вероятность ранения слишком велика понятно то есть он сатавик так тут что касается дискового коралла каменистого это мы тогда потом почитаем а то я смотрю еда заканчивается жаристая лилия здесь в общем я так понимаю все вот эти вот чтение все вот эти изучения но не все а большая часть вот предметов которые взять нельзя они может потом откроются но они больше для ознакомления минералы искатель используя сложную смесь передачи электромагнитного поля и обнаружение бета-распад детекта минералов способен определить ближайшие ресурсы давать приблизительную дистанцию а это интересная вещь светодиодный фонарь портативно работающая батареи светодиодный фонарь немного освещающий зон вокруг себя также может быть прикреплен к большинству поверхностей а вот транспорт очень интересная вещь вот как он можно потискав сделать мореход технический технологичный транспорт с отделениями модульными отсеками для максимальной адаптивности в полевых условиях основная кабина маленькая и проворная когда не оттяжелена дополнительными больными а по скорости сравнима с мотыльком широкое закаленное лобовое стекло обеспечивает отличный обзор рулевому убирающееся кресло рулевого не жалеем средств в отличие от более крупного циклопа мореход не поддерживает установку дополнительных модулей таких как изготовитель тем не менее его можно улучшить для большей скорости тягловой мощности и предельной глубины погружения помимо прочего понятно в общем маленький и шустрый элементы жилища осветительная мачта то есть вот такие вот элементы жилища мы нашли схемы вернее тем временем настал день ой где ты там провалился кусок известняка ток и пошли причем станции дельта это я отсюда пришел до этаж я иду известно плавал плавал в итоге бегу о чусь и она стоять пришел границы я не зонтеры тогда твое положение двойной шаткой если ты говоришь право значит ты спятил если ты лжешь ты ты поплатишь ножи кто ты держись подальше от моей территории путь женщины в эксо костюме удалось отследить насколько позволить малейте их на местонахождение сигнал загружена кпк да она предупреждал отнесусь сюда станция дельта что-то с альтерой у нее там молодой на а вот он строитель же фрагмент строителя что у нас тут есть кпк альтера то есть можно жилище свое делать музыкальный автомат и пилот последние известные а это туда пилот сожжение пришельцев а а вот и да кстати она нам сейчас очень кстати большая бутыль чистой воды а и аптечка чувствую игра интересная нужно что-то строить вот не зря живет все сканирует по всей видимости придется ред джереми мургал да тут какая-то прям станция пристанция ситрак x2 взять плакат давай она что мне нужен привязать быстрому слоту мореход x12 ну ладно картинка в корма в рамке загрузить данные открыть бритвенный набор все позабрал взять плакат сохраняйте тишину многоцелевая комната а что это значит непонятно это сама вот эта комната вся наверное да а по-другому как модификационная станция инвентарь полон ну давай водички выпьем все равно и надо пополнять как-то сканер подсаживать я не знаю плакаты эти они на что нужно вот это вопрос конечно мне кажется важнее ресурсы какие чем плакаты это уж красота какая-то не их тогда оставлю лучше здесь плакаты эти бросалась если они мне нужны будут я приплыву тогда с она заберу буду знать что они тут валяются я наверно по-другому сделаю так пятерка а вот-вот-вот нельзя разместить ну да это более вариант такой декоративности скорее всего в общем я их выбрасываю пока пусть они тут валяется бритвенный набор правда красивый набор для бритья ну не знаю нужно мне нет пока оставлю вот еще кпк женовые пернатое проклятие здесь кстати ничего не происходит с нами да можно стоять и читать картинка в рамки давай почитаем что там пишет у новой схемы расширенный комплект проводов термос можем сделать а термос теплоизолерное хранилище для напитков кислородный баллон компа строитель строитель то вещь хорошая победа минералы искатель тогда мы комплект проводов берем а морской глайдер а вот нужно три части морехода еще нужно две части минералы искатель посмотрим что для этого нужно тоже не пришельцев за последний раз я не ошибаюсь то что ваша теория что происходит если вы спросите меня Зейда уже благословляет я думаю что это тел он имеет значение это аллергия аллергия? о, есть что-то в племе в этом фрозенном секторе? термолилийс и если вы ганете на меня я свернусь вы все выстрелы вы даже не мой босс о, вы все так гулируете вы борете с другими другими в связи, посмотрите Паван просто посмотрите на него а я не делаю я не делаю ничего давайте просто это все, кто боится все, кто думает Зейда аллергия валинатис скажем интридер 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 Дани? я просто м the observer я буду использовать мой пасс есть ли какие-то дикая сиентискоспираси сиентистоя Зейда сам Данья вы три вы все такие очень или как я я я парвин с ничего не понятно но интересно это я уже читал пернатое проклятие манинске а на дей на слайд байдов байдов с у 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 Они торгуют меня лично. На день я вышла с пакетом, я вернулся к нашему Товерку. Парвин笑ся от меня, когда я спросил его, как он чистил. Слышно я. Как будто Парвин не чистил. Ничего осталось для меня делать, чем остановить. Но я знаю, что это то, что я хотела сделать. О, и у меня Товерка идет. Продолжение complete. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я буду делать. Это как когда мы были дети, и мы играли в Северку. Только сей монстры не мучают, и я не хочу спать за тебя когда один из водки. Потому что я в моем сей-трук. И очень, 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 очень. Пожалуйста, папа мне. Спасибо за мою мастерскую китку, кстати. Я не уверен, что это было бы как-то гаг-гип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Курьер и специалист по техническому обслуживанию подчиняется Манелю де Жардену Зарисовка пингвина Крила шпиона Сэм Спасибо за все, Фред Это что-то значит, наверное Выступы звездника Эти необычные геологические структуры часто образуются вокруг места рождения Титана и Меди И специфичны для этой планеты Тщательный анализ показывает, что окаменелось вокруг металла устойчиво к коррозии Однако механизм остается неизвестным Музыкальный автомат Работайте под успокаивающей мелодией лучших музыкантов из Альтера Вот это интересно Вот это мне нравится Модификационная станция В то время как обычный изготовитель способен на атомарном уровне перестроить сырье в сложное устройство Модификационная станция способна объединить сложные устройства для повышения их функциональности Уууу, я чувствую, тут вообще просто будет что-то с чем-то И это только начало Большинство промышленных кораблей оснащены оборудованным комплексом модификационной станции Которая позволяет инженерам адаптировать свои инструменты на лету По умолчанию, для экономии места на жестком диске Модификационная станция исключена из большинства библиотек чертежей Тем не менее, в экстремальных условиях, таких как на океанической пустыне планетах Может понадобиться адаптация основных инструментов для выживания Для непредвиденного использования По этой причине рекомендуется всегда иметь доступ к модификационной станции Стандартный осветитель мастер предназначен для направления яркого луча свет в одном направлении Полезно при всех видах промышленных и аварийных работ Работа в любой известной среде Да, такие вот технические вещи здесь Это мы все прочитали, по всей видимости А вот сигнал пилот, последние известные координаты Можно зелененькие отметить Интересно Разные цвета, чтобы не путать их Строитель Комплект проводов, микросхема, батарея Комплект проводов Где-то был Ну вообще, хотелось бы нож сделать для начала Вот где эти силиконовые резины Грозь, семян, водоросль Вот это вопрос Предметы все больше и больше, а ресурсов я не нахожу Модификационная станция Термоклинок Нож и батарея Че себе Угловой отсек Детали базы О, здесь вот что уже начинается Титан Литий Люк Многоцелевая комната Ничего себе Но это все можно будет строить, когда будет вот этот строитель Инструмент строитель Биореактор Компостирует органическую материю в энергию Лестница Тут все, стука, она открылась Я даже вообще Просто в шоке Че тут Че тут творится Изготовитель На стену шкаф Все это строить надо будет, да, сейчас Динамик музыкального автомата Кофейный Обалдеете Просто Невероятное, что да Что у нас по воде Пьем и радуемся, да Пока запасы есть Сколько у нас Длится эфиром Сейчас мы посмотрим Вроде все взял Не знаю, плакаты эти Куда их Брать, не брать Ладно, возьму пока Все, заберу А если не нужно будет Брошу там на берегу Чтоб поближе идти Если они мне нужны будут вдруг В общем, кровати Ну я же правильно Я же все насканировал Целую кучу схем сделал А еще удивляюсь, что Много всего Правильно Я же здесь Все это сделал Кофейный аппарат Это все Присесть пройти нельзя Не Ни 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 Закрыли за собой дверь А что-то можно было взять А, это к двери, наверное Относится Комната сканирования Это какие-то птицы летят А, вот эти птицы Ему гадили на солнечные батареи И он все ходил Чистил этот Фрэнк Товарищ Неплохо обставлено Наверное, это кого-то из высших чиновников А, непонятно Эммануэль Джарден Сэм, на самом деле, действовал на нерв в начальство Не думал, что он на такое способен Горшок Рабочий стол Похоже, что из дерева Какой-то Был Вот Обсерватория То есть, сейчас я Сканирую вообще всю комнату Которую можно сделать Аквариум О, аквариум я люблю У меня есть Немножко Рыбок Правда, небольшой аквариум 25 литров Все Но, если честно, будет То два аквариума По 20 литров А еще Еще один есть Три аквариума А третий на 8 литров Там Креветки живут Я вам это не нужно Знать Просто Взаимодействовать Все Расстановить И отсканировать Эту штуку Игрушка Директора Не знаю Насколько она Нужна Эта игрушка Вот Табличка Нужна Так А кресло Кресло не хочет О, кровать Эммануэля А что ж У него тут Ни одного Питательного Батончика Нет Как-то Прям Поесть Тут есть Что-либо А что Мы открыли Эмалевое стекло Схема Это Мы изучали А вот Элементы Жилища Растения И горшки Внутренние горшки Бывают в различиях Конфигурация Позволит выращивать Большинство Видов Растений В небольшое количество Для декоратива И Ли ботанического Использования Небольшие новости Бонусы В общем Бонусы будут Они обсуждать А мы послушаем Эммануэль Джерданис Джердан Вот какой Директор Ну ладно Директор Куда нам Двинуться дальше Закрываемся Странно Конечно Что Ручки Половинчатые Их же Неудобно Брать Не получилось Отсканеры Да Надо попасть Ладно Так Здесь я был Вроде Тут щелкать нельзя Пока Не замерз Так Здесь я был А вот тут Я не зашел В боковой Отсек Там вправо Какой-то Хлопал Странно Конечно Ручка Сделал Но Вот Зашел Для растений Вот еще Записочки Жалко Съесть Нельзя Может Уже Пропалось Замерзну Альтера Что Он там Говорит Давид Я 'll Сп Вселен Уéra auth Нормой Со Server dressed Я Я Те С С Д Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плокат забираю Здесь я уже был Где же была вышка? Я когда поднимался смотрел Вон она, ага Ага, работает Я исследователь А если ее поймать? Нужна она Птичка Стол на улице ставит почему-то Отчет о состоянии Спутниковое наблюдение активно Подняться Сейчас подождите, поднимемся Турбины какие-то Ну что, больше в округе нет ничего Только остается, чтобы подняться Оу, замерзаешь Ничего себе Давай-ка вот К цветку побежали Ха-ха Она еще шевелится Хе-хе-хе-хе Она шевелится А рыба эта Еда плюс 6 Вода плюс 4 У меня еще есть Пару раз Еду Пополнить Шустрая А что дальше? Порт модульного Тестового режима Сюда я поднимался ради КПК Видимо, это важно Сейчас мы подойдем К цветку Странно, что снег Вокруг этого теплого цветка Не тает Взять снег В ластах По снегу Шлеп-шлеп Тут по идее Вода уже должна быть Она не тает Снег не тает Вода не появляется Станция Дельта Так я этих птичек И не отсканировал Хотел почитать Что там в этом КПК Давайте почитаем Здесь вдруг Что-то связано Именно С этой локацией Ушел рыбачить Журнал Техообслуживания Башни То есть он пошел За проводом Руководство По эксплуатациям Обучение новых сотрудников Рекомендуется завершить Все обучения Пока башни Находятся в тестовом режиме Тестовый режим Это полностью Функциональная Имитированная версия Рабочего режима В тестовом режиме Все передачи С вышки Включая сигналы Бедствия Предупрежение Системы безопасности Шпионской передачи Будут отключены Чтобы перейти В тестовый режим Вставьте модуль Тестовый режим В диагностический порт Как показано В схеме слева После этого Модуль Примедительный Тестовый режим Был вставлен Команда Активируйте Тестовый режим Может быть активирован То есть там Были две записки Про тестовый режим И про Провода Тем временем Стемнело Быстро как-то Как же мне Эту птичку Отсканировать Летает она себе Летает Отсканироваться Не хочет Людей нету А свет Есть Куда-то я зашел А здесь прыгала Женщина В экзокостюме В этом Инвентарь полон Я тогда серу возьму А Эти Плакаты Которые набрал Я выкину Мне они не нужны Ой Главное не наступить В горячие Камни Ладно Один возьму Плакат с кораблем Вроде здесь все Я исследовал Причал Станция Тоже Тут Падать Не надо Падать Не надо А сам Упал Орех Подковника Орех Наверное Важнее Чем Плакаты А Подожди А почему Инвентарь полон Две ячейки Вот что Несколько Несколько Лечеб Занимает А Он Вон Какой Здоровый Ух ты Он Дает Здоровье Плюс Десять Еда Пятнадцать И вода Пять Класс Я его съел Ничего Себе Надо Его Отсканировать А что Его Сканировать Его Есть Нам Еда Плюс Пятнадцать Ладно Пусть Пока Остается Опять Инвентарь Полный Ну Давай Съедим Тогда Батончик Один Изберем Руду Рыба Уже Есть Нечего Ладно Известняк Это уж Не такое Редкое Вот Кристаллическую Серу Я бы Не добыл Может Поменять Медная Руда Она И там У меня Растет А вот Кристаллическая Сера Ее Там Нет Ладно Я Не Несу В Любом Случай Как Не Хотелось Орехи Конечно Кайфовы Съел Один Такой Здоровье Подлечил Но Я Оставлю Орешек Один Чтобы Собой Взять В дорожку Вдруг На меня Криптозух Нападет Опять У меня Ну Аптечка Есть Конечно Так Это Солдатики Тут Стоят Ладно Куда Мне Идти Мне Туда Плыть Да На Базу Куда Я Забежал Прям Интересно Что Ушел По ночи Куда Только Не Зайдешь А Я Вот В Эту Пещерку Спустился Налево Налево Направо Прям Куда Хочешь Налево Как-то Так Вроде Идем Верно В Сторон Я Белый По Мо Если Не Ошибаюсь Ну Ладно Ныряем Обратно В Нашу Стихию Эхтиандров Скоро И Поплыли Маяк Пусть Стоит Я Его Трогать Не Буду Все Еда У Нас Ну Вот Вот Крептозух Этот Что Меня Ждет Разбить Аргентина Ничего Себе Так А что Мне Можно Убрать Плакат Одну Рыбу Вот Эту Съесть Наверное Ладно Я ее Отпущу Чуть На мелководье Не задохнулся Да Рыбу Я Отпустила Она Мне В рюкзаке Жила Жила И В итоге Куда Тупыла А Вот Наверное Нельзя Ему Стукнуть Разочек Было Написано Что Его Можно Пугнуть Какой-то Он Неуравновешен Вроде Не кусает Каких У него Потуги Ого Что-то Что-то Там Есть Сейчас Мы Это Сканируем Хозяйство Фрагмент Морехода Два Из Трех Ничего Сили У Повезло То И Музыка Пошла Заметили Когда Гулял По Суше Музыки Не было А Так Был Перепад То Есть Где-то В районе Вот Этого Еще Один Криптозур Один Был Получается Здесь Так Где у Меня Вот Тут Я Приплыл Примерно Отсюда Значит Надо Сплавать Вот В ту Сторон То Есть Три Детали Одна Была Посередине Другая Вот Там Где-то А Третье Мы Сейчас Найдем Куда-нибудь В эту Сторон Я Думаю Разбил Маску Да Страшилка Еще Так Вот Он Не Хочет Чтобы Морехода Своего Нашли Так 86 Метров Какие-то Здесь Грота Еще Да Что У нас Кварц Терпун Ох Под Водой Рассматривать КПК Что У нас Лишнее Может Быть Титан Кварц Можно Водичку Выпить Да 25 Как Раз И Выпить А я Правой Кнопкой Выбросил У артиста А Кварц Заберем Туда Совсем Вниз Я Не Поплыву Это Надо Какой Неколайдер Скорость Побольше Должна Быть Я С Такой С Таким Параметром Я Умарола Как Сейчас Как Плюхнет А Кстати Можно Съесть Этот Орех Он Здоровью Добавит Воды Плюс Пять Еды Пятнадцать Орех Как Раз Освободит Четыре Ячейки Здорово Без Воды Тоже Нельзя Да Конечно Элемент Тут Напугивание Есть Ты плывешь Такой Вроде Музыка Красота Тут Раз Какая Тварь Выскочу И Вот Такие Звуки Издают И Сразу Такую Литий Ничего Себя Вот Криптозух Там Бушует Ладно Буду знать Что Литий Здесь Мне будут Семена Вот Эти Найти Я бы И плакат Выкинул И Все Остальное Пока Не нахожу Я Ломков Что Я тебе Понравился Вкусный Я Запутался К Объекту Так Это Ребята Ставят Под Названием Как Их Зовут Пингвины Что То Я Не Нахожу Третьего Куска Морехода Морехода Не Повезло Мне Два Нашел Вот Третьего Нет Может Будь Он Где-то Там В глубине Скорее Всего Третьего Всего Ой Колбась Какие-то Не уравнаешь На этих Криптозухи Вообще Просто Хорошо Я про них Почитал Что они Территориальные И Можно Разочек По лбу Щелкнуть И они Отплывут Да Было бы Неплохо Конечно Найти Италь Ну Что-то Не получается Скорее Всего Она Где-то Там В глубинах Богатой Минеральной Вращением Минажем Геотермальной Активности Соблюдать Осторожность Да В общем Туда Мне рано Еще Да Ладно Как повезет Короче Туда Я вниз Не доплыву Как я и говорил Буду Исследовать То Что Есть Ладно У меня Эти Криптозухи Не сажали Плавают За мной Плыви Туда Оксиджен Да Тут их много Нужно Съездить Доплыть До Нашего Вот Этого Шаттла Корабля Опорные Точки Выгрузить Там Минералы И Тогда Дальше Тут Собирать Смотреть Оксиджен К сожалению Третью часть Я не нашел Ну Может И Хорошо Везде Вроде Как Одна Часть Была Думаешь Ну Ладно Там Еще Две Части Где-то Он Тут Бушует Откусил Откусил Чего-то Пол Маски Криптозуха Так Подожди Орех Орех Я Все Время Все Время Правую Кнопку Нажимаю И Выкидываю Что Есть Все Нормально Без Паники Приближаемся Мы К Нашей Территории 22 метра Вообще Чем Ниже Опускаешься Тем Давление Больше Появится Вообще История Такая Опасная Вот Эти Стаи Нельзя Ловить Они Просто Декоративно Сделаны Вот Те Рыбки Которые Отдельно Плывут Вот Например Вот Этот Ее Можно Поймать А в Стае Не Поймаешь Ничего Интересно А вот Сами Минералы Которые Здесь Они Обновляются Может Быть Да И Как Заряжать Батарейки У Сканера Больше Шансы Ниже Значили С Постройкой Подводного Транспорта Ты Понимаешь Что Возрастут Это Понятно Что Они Возрастут Только Нужно Сделать Переложить Вот Это Переложить А Вот Плакат Кстати Ну Ка На Третью Кнопку Сейчас Мы Вот Бритвы Вот Эти Тоже Я Не Знаю Зачем Им Нужны Красивый Набор Реда Куда Нить Его Деть Наверное Вот Морской Глайдер Мореход Три Запчасти Нашел Вернее Две Нужно Три Магнетит Золото Дрон Камера Микросхема Да Серебряная Руда Пока У меня Только Ресурсы Такие Простые А потом Это все Начнется Усложняться Начнет Начнет Усложняться Вот Микросхему Как Сделать Вот Не вижу Есть Микросхема Да Комплект Проводов И микросхема Вот Батарею Могу Сделать Но Батарея Всегда По всей Единственной Металлолом Давно Музыки Не было А микросхемы У меня Нету Да Всякие схемы Тут Пона Изучал А Подожди Светодиодный Фонарь Стекло И батарея Стекло Я могу Сделать Только Куда У меня Этот Фонарь Не Мне Он Не нужен Я могу Сделать Но Это Все Маленько Не Туда Вот Я Хотел Еще Избавиться От Этого Плаката Че Я Привал От Суда Никуда Его Не Повесили Тогда Кладываем До Лучших Времен Хотя Будут Эти Времена Или Нет Неизвестно Ну Поплыли Тогда В сторону Маяка Опять Искать Неизвестно Чего Или К пилоту Вот К этому Можно Сплавить Там Около Маяка Мы Были И Потихонечку Будем Двигаться Туда То есть Вот Это Мигающая Площадка С Электричеством По-моему Мы Там Были Туман Какой Если Фонарик Я Достану Мне Не Поможет Пингвина Крылы Ну Да Здесь Я Был Этот Вот Ток Опасный А Вот Вылезти А А Я Тут Прыгал Спрыгался Весь Да Вот И Вся И Подошел Нажал Кнопочку Сигнал Ракета Рука И Выбросил О Еда Вот Эта Вещь Хорошая И Полезная Еще Один Батончик Сигнал Ракету Взял Выбросил Молодец Че А Она Вон Горит Кстати Интересно Горит Падает И Может Этих Крокодилов Пугать Этой Ракетой Может Они Огня Интересно Боятся Попробуем В общем Уплываем От этого Места Глайдер Нужен Кто-то Нас Глушанул Глайдер Нужен Чтобы Плавать Побыстрее Как Вроде Восход Да Красный Опять Начинаются Эти Ревы За 800 Метров Отплыли Вон Крокодил Плавает Вот Я его Отсканировал А взять Не могу Просто Есть И Есть Ух Ты Какие Рыбки Ну Посмотрим Ну Да Тоже Можно Отсканировать Да Бумеранг Рыба Какая Вот Это тоже Неизвестная Рыба Перо Ну да Новый организм Вследовал Почитаем Сейчас Вон Криптозух Где Здесь У нас Информация Руководство Исследования Вот Фумарола Пузыри Фумарола Являются Отверстиями От пары Валканических Газов Которые Циклически Проходят Стай Накопления Восвобождаются В скрытых Камер По дном Океана Пауна Бумеранг Травоядная Встречаем Большое количество Час Встречается На мелководье Передвигается Косяками Острые Зубы Для Измельчения Кораллов Войны и Плавники На скалерию Похоже На наш Земной Синие Кончики На самом деле Окончание Пищеварительного Тракта Десечения Поедаемых Кораллов Достигает Пика Сейчас Я Погрею Все в воде Ихтиандарша Замерзла Наша Распространение Вид Обитающий В различных Биомах Он имеет Отличительную Но функциональную Окраску Ярко Белый цвет На животе Рыбы Спасает Ее От хищников Снизу Сливая С солнечным Цветом Проходящим Сквозь Толщи воды В общем Обычная Рыба Которую Можно Приготовить И съесть Рыбы Первым Ну Собственно Говоря Можно Это И сделать Да Все Съела Молодец Да Вот Запас воды Есть Исследований Есть Вот Не было бы Воды И все До сих пор Я нож Не сделал Потому что Нету Семян Вот Этих Красных Где Они Ничего Найдут Знаю В принципе Он Некуда Но Что А Удар Нанести Этому Хищнику Поймал И отпустил Поймал Отпустил Вообще Рыбы Не любят Когда И Говорят Вот Там Молна Какая Так А это Вниз Надо Плыть Что Ли Там Какие Крокодилы Плавают Ёла Пала Покатай Меня Большая Черепаха Сияющий Кит Ну Киты Понятно Кит Кит Я Сейчас Задохнусь Пока Тя Сканирую Это Тоже Можно Исследовать Зрелая Кувшинка Ничего Кувшинки У нас Тоже Встречается Так За километр Я Уплыл Если Это В метрах Ну Да 970 Метра Так Еще Один Кит Пилот Последние Известные Данные Ну На 240 Метров Я По всей Видимости Не Нырну У меня Запасы Нехват Кислорода Мне Же Еще Всплывать Надо Да Тут Без Глайдера Не Обойтись Все Иначе Я Не Успею Потом Всплыть Больше Половин Прошло То есть Где-то До Половины Я Доплываю И Готово Ок 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 Тогда Оставляем Это Задание Идем Искать Какой-нибудь Корабль В общем Нужно найти Или глайдер Или морехода Запчасти Или семена Вот эти Для ножа Для Всяких Разных Штук Где-то Я находил Была Еще Одна Такая Интересная История Вообще Я Замечаю Такую Тенденцию Когда Просто Плывешь Там Исследуешь Чего-то Забираешь Как-то Быстрее Все Находится И Отыскивается Поблизости Обнажена Корма Космического Судна Трансового Сударства Солнца Название Судна Меркурий 2 Не Функционирует Ничего себе Криптозуха Пугает Меня Так Мне бы Не задохнуться Нет Да В общем Рядом со Станцией Дельта Эти Криптозухи Бушуют Какой Здоровенный Корабль Вообще Нарисовали Ну ладно Найдем мы Чего-нибудь На нем Полезненького К-208 А это Задняя часть Получается Да Турбины Такие Ой-ой Надо Сплывать Плаву Плаву Станцией Дельта Мельками Мелкими Перебежками Среди Криптозухов Тут Этих И Немножко Все-таки Приближаюсь Ну а туда Я не доплыву Там Тогда На эти Известные Координаты Пилота Только С помощью Это Вот Огонь Тебе Боишься Огнят Вот Видишь У меня Чем Есть Так Не Лезь Ко Мне Окс Сзади Подошел И Меня Покусал Паршица Ладно Я тогда За это У тебя На территории Вот Всяких Ресурсов Наберу Окс Приплыл Приплыл Я опять На этот Дельта Маяк Туда Вниз Опускаться Смысла Нет У меня Уже Предупреждали Что Там Сейсмическая Активность И Всяка Раза Как говорится Не моего Ума Дела Там Галли Галли Мика Серебро Тут штука Нужна Вот Смотри У меня Есть Кислород Ну все Ладно Вы Погибли Я Пока С этим Крипто Зухом И Погиб Все Просыпайся Тебе Приснется До связи Продолжение следует... Продолжение следует...